Продолжение следует... ...подготовить почву для движения дальше. Вот мы говорили о том... Опять возвращаемся к нашему субъектно-объектному различию. Мы говорили о том, что субъектно-объектное различие дает основания ввести такую вещь, как способности. Мы говорили о том, что есть способности. Да, и эти способности чем отличаются? Они отличаются тем, что способности представляют собой некие акты. Ну, выражаются, феноменологически выражаются в актах, которые направлены на объект. Причем, поскольку каждая способность выражает собой некий способ доступа к определенного рода объекту, то мы говорили о некотором соотношении, что каждой способности соответствует свой предмет. Получается, что акты различаются согласно тому, как различаются способности, и объекты, на которые направлены способности, различаются соответственно тому, как различаются способности. Получается, мы сейчас возьмем две способности, хотя этих способностей на самом деле у человека много, но мы берем две для того, чтобы на их фоне показать принципи, в чем состоит различная способность. Но мы сейчас занимаемся не различием, мы сейчас занимаемся попыткой понять, в чем особенность такой способности, как мышление. Но возьмем такие способности, как восприятие мышления. Дело в том, что если определенного рода в классической философии или в философии, ну скажем, допустим, в средневековой философии существовала такая проблема, которую можно высказать в том, что представляется собой универсалью. Проблема реальности универсалью. Или если выражаться в наших терминах, каким образом объекты мышления, потому что универсальны представляются собой объекты мышления, существуют. И как бы там возникло разделение на реализм и номинализм. Одни считали, что универсальны существуют, как-то каким-то образом представляют собой нечто реальное и отражают нечто реальное. И номинализм, что универсальны на самом деле существуют только в голове людей. То есть люди, поскольку исследуют мир, поскольку они направлены на мир, поскольку они его мыслят, они вносят в этот мир универсальный. Но на самом деле этот вопрос в нашем случае снимается. Почему? Потому что если мышление является некой способностью, то предполагается, что акты мышления направлены на некоторые объекты мышления. Есть специального рода объекты мышления, мы об этом говорили. И, собственно, поворот к языку, то есть вот этот поворот Хайдеггера, он как раз и заключается в том, что нельзя рассматривать реальность только как реальность восприятия. Реальность, она на самом деле двухслойная, по крайней мере двухслойная, может быть даже и многослойная. Но фактически реальность представляет собой некую структуру, в которой есть переднее поле, оно вещественное поле, материальное поле, знаковое поле, тело знака. А заднее поле – это вот значение, смыслы. И значение и смыслы как-то с друг другом связаны. И на самом деле то, что когда мы наблюдаем, когда мы исследуем вещи и то, как между собой связаны материальные объекты, мы на самом деле их мыслим не тем способом, что сами вещи являются объектом мысли, а мы на самом деле за этими вещами видим некое другое поле, которое, собственно, и мыслим. То есть, иначе говоря, две способности восприятия и мышления, о которых мы говорим, они вот здесь различены. Мы только восприятием удерживаем то, что можно назвать феноменальность, феноменальную данность. Мы удерживаем ее в первом слое, а во втором слое мы как бы мыслим по поводу того, что мы увидели в первом слое. Иначе говоря, объекты мышления представляют собой значение, смыслы или мысли. Все эти слова указывают на то, что мышление представляет собой как бы потустороннее. Не потустороннее в смысле мистики, а потустороннее в смысле того, как мы соотносимся с передним полем. То, что представляет для нас непосредственно имманентное. Имманентное феноменально. То есть, значение смысла тоже представляется для нас имманентное, но имманентное в другом отношении, да, это мысленное поле. И вот есть как бы феноменальная данность, это чувственное поле. Чувственное. И на нее направлены чувственные способности восприятия. которая сама разбивается на многообразие способностей, но мы сейчас этим просто не занимаемся. А есть как бы мысленное поле, на которое направлено как раз мышлением. И мышление, и восприятие являются способностями, поэтому каждая из них, они работают в такой структуре. Есть акты, есть сами объекты, но вот у мышления они специфические. И эти объекты на самом деле для каждой способности они не пересекаются. Они, это поле, теоретически это поле, оно как бы вообще может быть многослойным, потому что каждая способность, она выделяет в этом поле только определенные объекты. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о способностях, то мы должны говорить о том, что существует вот как бы несколько полей, да, у каждой способности это поле свое. Эти поля, они вот так вот как бутерброд, нанизаны друг на друга. И тем не менее, они схлопнуты таким образом, что мы на самом деле, нам кажется, что когда мы смотрим на вещи, мы непосредственно на эту вещь и мыслим. На самом деле мы мыслим только определенного рода средств. Мы вот видим, допустим, мы с ним говорим о зрении, да, вот на переднем плане мы видим что-то, вот зрение, да. На самом деле, как бы с этим полем связано следующее поле, там, слух, связано следующее поле ощущения, следующее поле связано, там, скажем, фантазия, следующее поле, там, представление, следующее поле мышления. Где-то здесь существует также поле сознания, но я вот его не нарисовал. Ну, допустим, здесь вот эту фантазию берем, напишем сознание. Потому что представление сознания нечто близкое. Вот так вот. И все вот эти поля, как вот прозрачные виски, они все на друг друга наложены, и все они образуют вот нечто, что можно было бы назвать имманентным полем, то, что мы видим, собственно, то, на что направлено. То есть, получается, что мы как бы склеиваем все наши способности, а каждая способность соответствует свой предмет, да, мы склеиваем все эти способности в нечто, что мы называем миром. То есть, мир представляет собой вот такой многослойный пирог. Но мы уже об этом говорили. Именно из-за этого многослойного пирога мы можем говорить о языке, да, потому что что такое язык? Потому что язык сам представляет собой вот такой пирог, да? Но он двухслойный. Потому что в этом вот многослойном пироге самое главное – это как раз различие переднего плана, плана тела знака, да, тела знака, или плана вещей, и заднего плана, плана мышления. Потому что их различие, оно наиболее существенное, да? И когда мы говорим о языке, мы тоже в языке различаем передний план, там, например, либо фонема, либо там письменный знак, и как бы различаем от этого значение. Да, у нас в языке все устроено по структуре означаемое-означающее. И вот эта структура, вот она, двойственная структура, она как бы просто в языке наиболее ярко выражена. Но на самом деле можно было бы говорить о том, что такой структурой, уже даже не двойственной, а многослойной является вообще наше соотношение с миром. Потому что каждая наша способность, она имеет свой предмет, и поэтому вот она в этом мире создает определенного рода свое поле. Как бы здесь взаимодополнительные условия. Способность в нас существует только благодаря тому, что есть предметы, на которые они направлены. И с другой стороны, как бы каждая способность, она выискивает эти предметы, если можно так выразиться. Способность как бы работает, и она не может увидеть ничего другого, кроме того, на что она способна увидеть. Мышление может увидеть только смысл и мысли. Собственно, материальность она не видит. Для мышления не существует материи. Для мышления материя существует в смысле понятия, она не существует в смысле чего-то, что как бы ощутительно, что мы воспринимаем, что можем потрогать, что существует в переднем поле, в поле знака. Мышление сразу уже находится в поле значения. Ну вот, мы поговорили о мышлении, и мышление на самом деле в этом отношении представляется действительно способность, как бы и ничем не отличается от других способностей. Даже сознание поставили в череду других способностей, поскольку для нас сейчас, но у разговора как бы несущественно различие сознания и способности. Но у мышления есть некоторая своя специфика. Вот как раз об этой специфике важно поговорить. В чем состоит эта специфика? Специфика мышления состоит в том, что именно в мышлении мы находимся, когда философствуем. Ну, мы же, мы можем воспринимать и философствовать, конечно, но собственная философия, как некоторая дисциплина, она есть уже дисциплина рефлективная. Можно было бы сказать, что, например, как в определении, как у Гегеля, да, философия, философия есть мышление-мышление. И причем это определение является рефлективным. Почему? Потому что мы, собственно, уже не занимаемся сами мира, да, а мы уже занимаемся некоторым мышлением. Для того, чтобы это пояснить, мы занимаемся мышлением знаний. Да, вот сначала существуют дисциплины знаний. Ну, науки, допустим. А вот науки вырабатывают, науки направлены непосредственно на саму реальность, да, на ее исследование. И они являются дисциплинами знаний. И вот эти дисциплины знаний, они занимаются исключительно, как бы, вот, самим, самой добычей этого знания, да, то есть они, как бы, занимаются накоплением знаний, вот, там, упорядочиванием. Иначе говоря, они работают в сфере знаний. Так вот, философия, а это, как бы, рефлексивная дисциплина по отношению к другим дисциплинам, да, дисциплинам научным, она является и рефлексией над этим знанием. То есть философия, есть, как бы, рефлексия над знанием. Но это первое определение рефлексии. То есть философия, допустим, в том, той задачи, которую ставила перед ней философия Фихтеля и философия Гегеля, она пыталась построить некое наукоучение, да, обосновать само знание. Ну, мы об этом много раз говорили. Амелика, как в терминах Гегеля, философия пыталась создать некую систему наук. И, собственно, вот, науко-логики по замыслу Гегеля и должна была быть такой системой, которая обосновывала всякое другое знание. Но, когда мы говорим о рефлексии знаний, вот, сразу возникает разговор о том, как здесь соотносятся мышление и сознание. Мышление и сознание. Дело в том, что у Гегеля мышление и сознание есть одно и то же. Он мышление и сознание не различает, точнее, он как бы его сначала различает, а потом говорит, что это различие несущественное. То есть, иначе говоря, мышление и сознание, допустим, если взять энциклопедию философии и науку, он просто отождествляет. И получается, что если мы различаем мышление и сознание, а это было одним из интенсий всего нашего построения, связанных с философией и сознанием, то тогда возникают две возможности. разговор о том, как можно представить себе рефлексию знаний. Можно говорить о том, что философия является мышлением знаний. А можно говорить, что философия – это первый вариант. А можно говорить, что философия является осознанием знаний. Если взять знание в том ее форме, как оно должно быть, то всякое знание, есть некоторое мышление, да, опять же. Есть некие, допустим, теории, да, теории. То просто сознание знания, чтобы это звучало более красиво, можно было бы сказать, что философия есть мышление, мышление, мышление. И это мы возвращаемся тем самым, просто объяснив, что такое мышление, мышление. Это, как сказать, определение Гегеля и философии есть мышление, сознание мышления. Здесь важно, в чем состоит различие сознания и мышления. Дело в том, что сознание, оно еще находится между мышлением и восприятием. Вот у нас, когда мы строили наш пирог того, что представляет собой объект, объект представлял, он был расслоен таким представляться. Как бы я сейчас опускаю в многообразие, вот нарисую только три слоя. Вот здесь было у нас мышление, здесь сознание, а здесь восприятие. И у нас получалось так, что восприятие – это наиболее богатое содержание. Ну, будем писать бесконечно, потому что больше, чем восприятие, содержание мы не знаем. То есть не существует другого слова, которое можно было бы отнести к восприятию, потому что восприятие – это вот некоторые последние слова, из которого мы щерпаем всю информацию. Информация для феноменологии всегда выступает в форме различия. Прежде всего, что такое информация? Это вот развлечение. Прежде всего, содержание выступает как некая различенность. Мы говорили о том, что восприятие и различенность бесконечное. Здесь она уже конечная, потому что мы не можем принять всю бесконечность восприятия, поэтому мы уже здесь берем некую конечность. Эта конечность тоже представляет собой некое пространство. И мышление уже берет эту данность еще в меньшей степени. То есть, конечность сознания, она больше, чем конечность мышления. То есть, мышление – это наиболее уже общее. Если мы говорим о такой функции, как абстрагирование, то вот сюда растет абстрагирование. И мы поясняли это тем способом, что вот это движение – это не есть движение, как бы связанное с истиной, с постижением того, как на самом деле. А это движение связано с тем, что мы называли схемой. Есть схемы большей разрешающей способности и меньшей разрешающей способности. Восприятие – это схема, но она бесконечная, поэтому я говорю, что восприятие есть пространство точек. То есть, пространство точек бесконечное для нас бесконечное количество различий. И уже в сознании это различие уже и приобретает некое конечное различие, но тоже представляет собой некую решетку или схему. И мышление – эта схема наиболее бидна. И поэтому, когда мы говорим о мышлении мышления и сознании мышления, то вот это вот различение, на самом деле, оно связано вот с этим рисунком. Дело в том, что сознание и мышление, оно является феноменологичным. Потому что сознание, оно ведь не мыслит, сознание только различает. Но оно различает тем способом, что оно выделяет восприятие только те черты, те особенности, те различия, которые существенны для человека, ну или для человечества в целом. То есть, мы изучаем в мире и обращаем внимание на существенные аспекты. Потому что мы не можем весь мир принять, и мы принимаем его только в самых существенных, самых главных аспектах. И вот сознание и мышление по этому есть не что иное, как феноменология. То есть, когда это сознание, мы... Тут я рисовал сознание, как оно находится в процессе познавания. То есть, вот этот процесс, это процесс роста абстрагирования из процесса познавания. А есть также процесс, связанный с тем, как относится сознание. Ведь сознание может находиться между, не только между восприятием и мышлением. Оно, в принципе, является неким полем между любой данностью. Для философии данностью представляет собой данное знание. Вот если теперь мы рисуем, что такое вот это расслоение уже для философии, то вот есть некое знание, которое дают науке. Но только это знание уже представляет собой некое мышление. И сознание уже находится между мышлением наук и между мышлением философским. И, естественно, здесь тоже абстрагирование... Растет уровень абстрагированности. Тут в науках схема является более подробной, там, разрешающая способность является более детальной. А философия, она уже является более общей. И поэтому, вот, каким способом мы мыслим уже знание науки? Опять же, с помощью сознания. Потому что сознание именно берет различия, которые оно находит в науке, и оно выделяет эти различия и берет то, что считает для себя существенным. Тут сознание, здесь мышление, здесь мышление науки, здесь мышление философии. Поэтому, когда вот сознание, то сознание мышления, это и есть феноменология. Потому что феноменология... Нам только кажется, на самом деле, что феноменология занята самими вещами. На самом деле феноменология, как любая философия, она занята уже некоторым знанием. Мы уже что-то знаем, в процессе нашей жизни уже познали, что-то познали. Мы можем обратиться и стать на... Феноменолог может стать на уровень ученого и заниматься непосредственно тем, как он исследует мир. То есть он может просто сначала встать на позицию знания, и с позиции знания исследовать вопрос. Потом он встает на позицию мышления по поводу этого знания. Потому что знание всегда является чем-то неокончательным. Потому что философия, она ведь должна создать теорию знания. Ну или там, как говорил, какие-то наукоучения, либо там система... То есть независимо от того, что проект наукоучения, проект системы наук Егель, они канули в прошлое, а они ушли, они сошли со сцены, тем не менее, как бы никто не отменяет разговор о том, что философия представляет свое мышление мышлением. И вот феноменолог, он... Настоящая задача феноменолога, допустим, как я это пытаюсь сделать. Я же сейчас не изучаю, как объекты расположены непосредственно миром. Я уже... У меня есть некоторый опыт, некоторые знания, и я уже на самом деле теоретизирую и рефлектирую по поводу этого знания. То есть я нахожусь на ступени сознания. И вот когда я скажу, что это уступение сознания, это феноменология. Вот здесь вот. Ну давайте нарисуем это подробно для того, чтобы просто это важное замечание, и оно будет связано с дальнейшим построением. Дело в том, что... Вот еще раз нарисуем. Вот я говорил о восприятии. Восприятие является... Восприятие является частной формой. Мы когда говорили о понимании, мы говорили о том, что на самом деле пониматься может что угодно. Мы говорили, что есть нечто, что нужно понять. И это нечто, что нужно понять, мы не уточняли. Является ли это нечто то, что воспринимается, или является ли это нечто, допустим, знанием. Вообще любое нечто, что требует понимания, оно всегда сводится к чему-то тому, что понятно. Да, и вот это то, что понятно, собственно, это и была сфера сознания. Ну, мы говорили о том, что то, что понятно, оно прежде всего представляет собой схему. На самом деле за этим стоит, конечно, мышление. То есть связь сознания и мышления, она в силу того, что мы постоянно... Философ и феноменолог постоянно находятся в мышлении. Эту связь нам постоянно надо указывать, потому что мы постоянно находимся вот в этой игре. Это мы говорим с позиции мышления о сознании, различии сознания и мышления. Поэтому мы должны это учитывать, что мышление претендует на то, что пытается выступить здесь и сказать, что вот именно оно этим занимается. На самом деле, как я и говорил, мышление – это способность, а сознание – это некоторая схема. Вот как раз здесь очень важно сказать о том, что сознание не является способностью. Мы говорили о том, что сознание представляет собой некоторым субъект свидетельств. И вот этот субъект свидетельствован, он на самом деле и стоит всегда между различными способностями, между объектами различных способностей, и сразу все объединяет, потому что все происходит в сознании. То есть сознание – это такое вот важное, вот оно и есть как бы пространство. Как мы, например, соотносим стандартные задачи в философии – соотнести мышление и созерцание, мышление и чувство. Эти две способности, они различаются кардинально, и как бы их надо соотносить, потому что опыт представляется бы некой единственной того, что нам дано чувственно, и то, что мы на самом деле это чувственно конструируем потом в виде некоторого опыта мышления. То есть мышление накладывается, как говорил Кант, на чувственное, и тем самым это порождается опыт. То есть мы понятия применяем к тому, что нам дано в чувствии, и применение этих понятий в чувствии образует, собственно, то, что мы называем опытом. Здесь важно каждый раз вот я эти оговорки делаю, ну, потому что, конечно, было бы идеально заниматься тем, что однажды высказав какое-то предположение, ну, или доказав, или обосновав какую-то гипотезу, просто работать с ней, как уже с данным. Ну, собственно, как нормальный человек и занимается. Вот приходит к ней, которому выводу, и говорит, что, видимо, так оно и есть, и давайте будем работать в рамках этой гипотезы. Я уже много раз говорил, что мы работаем в рамках гипотезы того, что сознание представляет собой пространство. Поэтому мы здесь сейчас уже это не обсуждаем. А я сейчас, как бы, в силу того, что было это уже достаточно давно, пытаюсь опять обосновать это. Давайте, как бы, этот вопрос сейчас оставим, и просто пытаемся двинуться в рамках этой гипотезы, и что сознание представляет собой нечто пространственное. Вот оно как пространство. В чем ее пространство состоит? Что она представляет собой некую схему, схему, через которую соединяются объекты различных способностей. И не только объекты различных способностей, вообще различные объекты. Вот, допустим, у нас есть знание. И мы к этому знанию, так же, как и, допустим, к объекту восприятия, применяем процедуру понимания. И процедура понимания, она происходит через некую схему. То есть она происходит через сознание. У нас в знании есть некое многообразие. И это многообразие, оно является с точки зрения схемы, потому что всякая данность, ее можно рассматривать с точки зрения, как я говорил, разрешающей способности. То есть в знании, как бы, вот разрешающая способность, она больше, чем в сознании. Потому что сознание, оно, опять же, не интересуется всем знанием. Ну, допустим, сознание конкретного ученого, оно просто находится в знании, поэтому оно соотносится с восприятием. Там как бы другая ситуация. Но когда мы говорим о сознании философа, то философу интересны какие-то свои конкретные различия. И он эти различия, свои какие-то конкретные, он высвечивает для себя. Вот он высветил эти различия. И здесь разрешающая способность, она меньше. Потому что здесь более общая схема. То есть здесь разрешающая способность знания, она больше разрешающей способности сознания. И это всегда так. Именно потому сознание и опосредует всякий процесс рефлексии, или всякий процесс мышления. Потому что она всякий раз, вот именно, берет не все различия, которые присутствуют, да, она берет определенные различия. В этом состоит сущность сознания. Сущность сознания состоит в том, чтобы каждый раз нам упрощать жизнь. Чтобы мы каждый раз не занимались тем, что брали бы всю полноту знания, мы бы вообще никуда не могли двинуться. Надо же, вот здесь, вот это вот происходит работа абстрагирования. Абстрагирование. Вот эта линия движения абстрагирования. И вот тут у нас уже как бы сознание. Причем сознание знания. То есть то, что я назвал феноменологией. То есть феноменолог, он работает здесь. Но феноменолог сам находится в области мышления. Да, и поэтому, несмотря на то, что он всегда говорит о сознании, всегда как бы апеллирует тому, что надо самим вещам обратиться. Дело в том, что сознание, видите, оно не упускает ничего из знания, потому что оно транслирует. И вот этот процесс трансляции, оно просто берет определенные аспекты того, что ей интересно, а другие оставляет. То есть оно сужает просто горизонт возможностей. Тут как бы пространство более богатое, богатое в смысле объектность, в смысле развлеченности, а здесь менее богатое, но тем не менее, вот эта трансляция, она происходит без всяких потерь. Мы не говорим здесь об истине, мы говорим здесь о соотношении различных... Нельзя говорить концептуальных схем, потому что концептуальная схема подразумевает, что это схема понятийная. Здесь как бы просто идет речь вообще о схеме, о некотором пространственной схеме. Просто есть некая пространственная схема знаний, то есть знание, как оно выражено в виде каких-то многообразных различий. Как оно, собственно, существует в конкретных науках. И уже сознание берет это знание уже каких-то определенных аспектов. Но нам важно дальнейшее движение. А в дальнейшем движении есть движение как раз, когда и это различие переходит уже, транслируется в мышление. Точнее, это мы называем... То есть, собственно, мышление, оно мыслит о знании. То есть, когда мы говорим мышление-знание или мышление-мышление, оно ведь мыслит через сознание. И правильно, может быть, можно было бы сказать, что мышление-знание на самом деле есть не что иное, как мышление-сознание. Тогда бы у нас получилось, что есть сознание-знание и мышление-сознание. И, собственно, когда Гегель пишет, что мышление-мышление, надо было бы правильно говорить, что это не что иное, как мышление-сознание. Потому что мышление еще более сужает этот горизонт, ее схема еще более бедная. Но она просто берет еще в более общих чертах то, что исследуется, то, что требуется понимание. Это связано с знанием. И вот это более общее мышление-сознание уже, на самом деле, как показал Гегель, сводится к некоторой логике. То есть, логика она вот здесь, в мышлении. И разрешающая способность этой схемы, она, как мы здесь рисуем, она еще меньше. То есть, у нас есть такое движение, движение абстрагирования, ну и обратное движение было бы с движением конкретизации, а здесь и движение абстрагирования. Естественно, как бы исследователь может взять здесь ровно столько подробностей, сколько ему интересно. Но в некотором отношении мышление управляет, потому что мы сами находимся здесь, исследователи, вот исследователи здесь. И мы отсюда управляем вопросами, которые мы ставим, которые нам интересны. То есть, мы отсюда указываем, на самом деле, какое различие нам важно взять, а какое нужно оставить. И в этом каком-то смысле мы никогда не видим вот этот момент сознания, да, вот этот момент схематизации. Но он всегда присутствует. И вот здесь, как бы, вот важно указать еще, зачем я все это нарисовал, здесь важно указать следующий момент. Вот, как бы, мы говорим о понятиях. И в каком-то отношении, вот, например, классическая философия всегда делала вот так. Она говорила, что на одной стороне чувственное, а на другой стороне понятие, да, мысленное. И как бы между... И получалось так, на самом деле, что понятие всегда на стороне мышления, а чувство всегда на стороне чувства. Ну, как бы, это, с одной стороны, верно, поскольку это есть не что иное, как деление способностей и деление объекта способностей. Но это с точки зрения того, как надо рассматривать реальность, это неверно. Потому что реальность, она не представляет собой только чувственную реальность. Да, реальность, как мы ее рисовали в виде вот такой двухслойного, по крайней мере, двухслойного пирога, да, она представляет собой единство, она представляет собой как структуру языка. Вот, когда говорят, что в мире есть текст, да, то они подразумевают, что мир представляет собой вот такую структуру языка. Тут вот, как бы, мысленное, да, или смысл. А здесь знак. Ну, я уже много раз это рисую, да. И поэтому, когда мы говорим о реальности, когда мы говорим о феноменологии, то мы не можем взять только феноменальное, вот это вот знаковое, вечное, о слове «вечь», вот эта вот феноменальная сфера, она недостаточна для того, чтобы говорить о реальном. Реальное на самом деле есть некая общность феноменальной сферы и сферы, которая к нему присоединена как в виде мышления, потому что, ну что такое мышление в феноменальном области, это вот некие отношения. На самом деле мысль или смысл, это что? Это вот отношения. То есть у нас есть передний план, это, например, вещи, вещи как-то или там свойства, вещи как-то друг к другу соотносятся, мы их видим непосредственно, мы их слышим и прочее, но вот эти сами отношения, мы их не видим, не чувствуем, они как бы есть с одной стороны, но их как бы и нет. И вот эти отношения, это и есть то, что называется мыслью или смыслом. И мы, собственно, должны эти отношения уловить, потому что для того, чтобы реальность представляла собой нечто цельное, недостаточно только взять объект, только как вещи, но объект должен был взять в соотношении с другими объектами, то есть он должен взять в отношении я. И вот это вот в отношениях, оно представляет собой то, что связано с мышлением. Поэтому, когда мы говорим о философии, да, в ее первой ипостаси, а именно феноменологии, то мы должны как-то присоединить сюда мышление. И поэтому часть понятий, оно должно как бы вот разбиться. То, что мы-то находимся исследователи в области мышления, и поэтому нам-то важно именно понятие, да, мы хотим в понятиях ухватить, или как писал Гусер, дескриптировать, ну, то есть описать то, что представляет собой реальное. Но эти понятия, они вот как бы у нас разбиваются, все понятия, они разбиваются на те понятия, которые относятся к области феноменологии, то есть к области сознания и мышления, то есть понятия описательные, если так можно выразиться, и на понятия чистые, понятия чистые, которые относятся чисто к области мышления. Они только мысленные Конечно, понятия чистые точно так же, как каким-то образом относятся к реальности Потому что, вообще говоря, все, что связано с познавательной способностью, относится к реальности И все это работает для того, чтобы мы могли бы говорить о знании, о постижении реальности Но тут есть существенные различия Дело в том, что эти понятия описательные, которые мы относим к феноменологии Они добавляются сюда для того, чтобы полнота реальности могла быть замкнута Для того, чтобы образовалась эта двухслойная структура Которая состоит из мыслей, которая является сейчас, в данном случае мы говорим о понятиях Поэтому давайте говорить о понятиях, понятиях дескриптивных И с этой стороны, это представляет собой, если мы будем разговаривать, что все из текста То есть представляет собой некие слова Если это звуковое текст, то фонемы Если письменный текст, то письмо И вот это образует феноменологию И мы уже говорим, мы как бы уточняем саму постановку вопроса Мы говорим о том, с чего мы начинали Когда мы говорили о различии номинализма и реализма средневековой философии Они как раз разбивали этот мир по способностям У них получалось, что есть феноменальные, а есть мысленные И когда они говорили о понятиях универсальных И не знали, куда их отнести Они на самом деле не делили эти универсальные, как мы сейчас делим Идея универсальные надо было разделить на две сферы Одна сфера, которая действительно относится к мышлению И, собственно, они и есть универсальные в собственном смысле слова А другие есть дескриптивные понятия, которые удерживают или, можно говорить, маркируют то, что мы выхватываем Мы же сами-то находимся в области мышления И мы, собственно, как можем иначе-то Нам в области мышления нужно зафиксировать и удержать Для того, чтобы дальше мыслить Некое описание того, что реальность, как она представляет Для нас эта реальность, она и смыслная реальность И поэтому эти дескриптивные понятия, они, собственно, и представляют собой вот эти отношения Вот, как я здесь говорю, отношения реальности Отношения реальных вещей Ну, вообще, реальные отношения Самые разнообразные отношения Не только отношения вещей, но, что вещи представляют собой некоторые свойства Отношения свойств В общем, самые различные взаимодействия Самые различные отношения И, собственно, понятия, они вот здесь вот разделились. И поэтому правильно говорить всякий раз о реальности, что она является феноменологической реальностью, а не феноменальной. И все, что реально, оно именно феноменологично, а не просто феноменально. И здесь вопрос, что это тут важно. Важно, почему этот вопрос необходимо было поставить перед тем, как обратиться уже к вопросу о проблеме интерсубъективности. Потому что способность мышления, она такова, в силу того, что мы, как еще раз говорю, находимся вот здесь, это мы, да? Мы находимся в позиции мышления всегда, как исследователи. Она такова, что у нас часть мышления и часть объектов мышления, она вписана в область того, что представляет собой реальное, она уже находится в реальном. А часть мышления, она вот является чистой. Соотношение реального и чистого представляется будет так, надо представлять собой так, что мы сначала реальность описываем в некоторых понятиях. Вот у нас есть описание или дискрипция. То есть мы сначала описываем каким-то образом. Я это описание буду рисовать просто схематично. Мы описали отношения каких-то вещей. Допустим, они вот таким образом соотносятся. И это описание фиксируется в понятиях. Поскольку вещи, мы об этом тоже уже говорили, являются себе равными, являются себе неравными. В частности, кстати, и потому, что мы всегда находимся так же и в сознании. Мы никогда не покидаем сознание. И мышление находится тоже в сознании, как мы говорим. И поэтому вещь представляет собой нечто сохраняющееся. И вообще весь мир для нас представляет собой нечто сохраняющееся благодаря тому, что само сознание себя сохраняет. И это было существенное понимание того, что представляет собой сознание. И переходом к разговору о философии языка, и вообще поворотом к языку. И понимание того, почему мир представляет собой текст или вот такую доуслойную структуру. И вот первое описание, это описание феноменологичное, тут уже есть какие-то понятия. Но эти понятия, можно было бы сказать, что они просто реальные. Эти понятия есть дополнение, вот эти отношения. Они эти отношения описывают. И есть другие понятия, которые позволяют из этой картины, потому что эту картину нужно еще понять, создать уже нечто, что можно было бы назвать общим словом теория. Не обязательно, конечно же, наше мышление доходит до уровня теории, потому что теория представляет собой некий высокий уровень мышления. Наше мышление может не построить теорию. Ну, я просто здесь обобщаюсь для того, чтобы понять, о чем идет вообще речь. То есть, вот эти понятия чистые, они нужны для того, чтобы связывать, уже связывать на более высоком уровне, уже на уровне мышления. То есть, первая связь отражает реальное, вот эта связь или отношение, она не отражает реальное. То есть, оно и существует для того, чтобы вот это отношение или связь отразить. Это понятие просто, оно удерживает эту связь. Мы же связь эту не видим. Мы же видим только объекты, вещи, мы видим их свойства. Нам даны ощущения, нам даны некие чувственные переживания. А фактически связь – это нечто добавка некоторого. Об этом можно, кстати, постоянно говорит Камп, что связь – это нечто, что добавляется мышление. Но на самом деле эта связь действительно присутствует уже на уровне первоначального знания, феноменологического знания. И важно здесь, что теория уже дает еще другие связи, новые связи. И эти связи являются уже чисто мысленными. То есть нам для того, чтобы вот это знание, которое здесь дано в виде… которое просто транслирует связи, которые есть в реальности, как я говорил, по этой логике, то есть они вот здесь образуются и удерживаются эти связи. Нам… Мы переходим к некоторому новому уровню, да и с этого нового уровня уже на основе того, что описано, мы пытаемся это все связать в некий более осмысленный… Осмысленным образом используя уже как бы чистые понятия. Субстанция, там, допустим, там, субстанция, там, не знаю, там, бог, там, не знаю, там, модусы, атрибуты, ну и прочее. Как бы на самом деле это различие между понятиями дескриптивными и понятиями чистыми, оно на самом деле подвижно нам. Не всегда понятно, в отношении какого понятия является ли понятие описательным или является понятие чистым. И более того, в различных сферах, да, одно и то же понятие в одной сфере может быть чистым понятие, а в другой сфере оно может быть описательным. То есть тут есть как бы такое движение. Каждый раз надо как бы оговаривать. В любом случае, как бы, вот феноменология, как вот я ее понимаю, да, и в чем, как бы, вижу ее задачу, она состоит в том, что она вот это различие должно удерживать. Феноменология не отказывается от чистых понятий, естественно, она не может этого сделать, потому что иначе у нее просто… Она будет заниматься каким-то эмпиризмом, да, там, и, конечно, этот эмпиризм никогда не возвысится до уровня теории. Феноменология должна удерживать различие, удерживать ее. Она должна понимать. Вот она использует, допустим, понятие субъекта. Нужно понимать, на самом деле, к чему это понятие относится. Оно является ли это понятие чистым, или является ли это понятие, вот, то, что я назвал реальным, да, вот, как бы, просто сказать, реальные понятия, или я говорил описательные понятия, или я говорил описательные понятия. Что вот есть некие феномены, вот, феномены, да, вот, то, что я говорю, феномены. А феномены представляют собой вот такую сложную реальность, да, вот, какую двухслойную структуру. двухсловную структуру, с одной стороны это вот некая материальность, или так можно сказать, телесность его, да, в виде знака, а с другой стороны его как бы вот смысл связи, потому что феномен давайте подойдем к тому, что такое феномен, феномен не есть нечто простое, вообще, конечно, есть простые феномены и как бы, есть феномены, которые сразу даны, вот есть некий вот феномен допустим, в стол, он сразу дан во всей своей полноте, да, и мы как бы когда смотрим на стол ну допустим, даже если он дан в профиль, как говорит гусер, то тем не менее мы можем просто вокруг него обойти и можем с ним как бы его изучить, как бы во всех подробностях, ну и в каком-то отношении вот он для нас становится прозрачным, да, он для нас как бы дан, то есть для нас он не скрыт но это вот такой простой феномен, и с таким простым феноменом как бы вот этот смысл, он тоже присутствует, поскольку гусер говорит о том, что даже стол всегда дан в профиле собственно, как бы задача стоит в том, чтобы увидеть этот стол как вещь а это означает как бы присоединять профиль к профилю то есть вещь, да, вот, допустим, стол она равна сумме профилей своей мы всегда видим все в профиле тот угол дальше, этот угол ближе и если как бы углядываться, то он какой-то кривой и косой я просто понимаю, что это стол, и поэтому достраиваю его как бы некую симметричность, да и поэтому всегда есть некая как бы сумма причем сумма бесконечная сумма профилей, да вот бесконечная сумма профилей но в некотором отношении стол все равно эти все профили даже если они не исчерпаемые, ну какое-то единство стола я могу получить, да вот и я могу как бы все-таки обрести некую полноту я как бы эту полноту трансцендирую с помощью просто идеи стола как бы и для меня понятно, что стол есть стол а вот есть феномены другие это вот простой феномен простой а есть другие феномены такие, например, как феномен субъекта или феномен сознания второй, сложный феномен так вот, сложный феномен у простого феномена я говорил, что как бы вот этот смысл, да вот, который лежит, она какая-то простая идея простая идея ну, допустим, стол вот как здесь, да смысл а здесь у нас материальное или там тело ну, в данном случае, профиль да то, что вот непосредственно чувственное тут как бы вот это вот чувственное, а это мысленное, да тут смысл был простой и поэтому мы просто к простой идее сразу пришли идея стола и все полноту в идее идея стола а вот, допустим, феномен сознания я его нарисую в букву С и этот феномен, он не является таким простым мы не можем обойти это сознание со всех сторон как бы обглядеть все его профили и по этим профилям как бы выстроить то, что называется идеей ну, в данном случае со столом мы как бы идеи стола, мы, может быть, и заранее знали но предположим, человек не знает идеи стола тем не менее, обойдя его вокруг него, он может в каком-то отношении какой-то идеи добиться, понять какую-то цельность этого даже если это будет уже не стола, а он, допустим, придет к какой-то просто цельности некоторого объекта, который перед ним простирается в пространстве, вокруг которого он ходит то тут непонятно, что делать субъект проявляет себя вот как я наговорю, в частичных феноменах вот есть феномен субъекта, он как бы сам по себе сразу не дан очевидным образом, он скрыт он сам скрыт до него еще нужно дойти но он дан в каких-то частичных феноменах вот это частичный феномен допустим, вот есть феномен я я понимаю, что такое я допустим, есть способности я понимаю, что такое способности допустим, есть, допустим, отношение к объектам есть отношение к сознанию и прочее но вот есть какие-то частичные феномены хотя я когда сказал это отношение к сознанию сознание тоже непростой феномен тоже такой скрытый и мы должны в этом сложном феномене двигаться уже другим способом для нас уже нельзя сказать, что это какие-то профили Какого-то феномена простого Это уже не профиль Эти проявления, если так можно было бы выразиться Этого большого феномена, который скрыт Сами являются феноменами серьезными И сами, может быть, выстраиваются как эти простые феномены А может быть и эти феномены дальше разветвляются Они могут быть дальше тоже разбиваются на частичные феномены И так далее Классическая философия не рассматривала вопрос именно так Потому что у классической философии Она различала мир, как бы, сразбивала мир по линии феноменальности То есть у нее было феноменальное, да? Феноменальное, как бы, и мысленное И поэтому, когда она говорила о том, что что-то скрыто Она всегда говорила об этом скрытом, как о сущности Она просто говорила, что, ну, здесь некая сущность Это уже не феномен, она говорила о сущности Вот так поступала классическая философия Но мы-то теперь, как феноменологи, понимаем Что мир разбивается не по линии феноменальности и мысленности И разбивается так, что реальное представляет собой, на самом деле Вот эту двуслойную структуру, в которой феноменальное и мысленное как-то объединены И это вот есть реальное И вот это реальное уже соотносится с мысленным Вот так бы надо было бы рассматривать И если мы так рассматриваем, то мы имеем право говорить о том, что вот есть скрытый феномен Потому что вот есть некий, то что можно сказать, был бы смысл Который находится здесь Вот есть феноменальный Вот смотрите, есть Вот эти частичные феномены Вот как вот здесь Давайте аналогию Эту перенесем на наш разговор Вот есть феноменальный Это частичные феномены Эти частичные феномены Вот они как бы представляют собой некое феноменальное Это частичные феномены Вот их много Но эти частичные феномены Они сами собой указывают, возможно указывают на некое единство И это единство стоит как позади него И вот это позади него, то что мыслится, да Оно не является сущностью, оно просто является неким скрытым феноменом Скрытый феномен И этот скрытый феномен есть некий смысл И этот смысл, тот самый смысл Те самые понятия, о которых я говорил Что они являются реальными понятиями Или там Описательными понятиями Вот он удерживается с помощью этих понятий Можно назвать их, скажем, феноменологические понятия Или описательные понятия, дескриптивные понятия И вот так же и здесь Вот феноменология именно в таком ключе обсуждает Сущность уже будет дальше Сущность будет уже лежать в этом мышлении Дальше же, когда мы описываем Вот эта реальность будет полностью описана Мы уже перейдем к понятию сущности И сущность уже будет лежать дальше Она будет лежать в том, что я назвал теоретическим Вот здесь в теоретическом То есть, собственно, как бы чистое мышление То есть мы сначала выстраиваем феномен То есть мы сначала занимаемся феноменологией Допустим, мы занимаемся феноменологией сознания Сначала мы выстраиваем, пытаемся понять Что сознание представляет со стороны своего отношения к реальному То, что в сознании В чем Как можно говорить о сознании, как о чем-то реальном Или, допустим, если мы обсуждаем субъект Как можно говорить о субъеке, как о чем-то реальном И наши понятия, описывающие субъект Они как бы вот являются понятиями дескриптивными Они как бы маркируют реальность Но потом, если мы установим, что такая реальность, допустим, как субъект или как сознание существует И поймем, в чем она состоит, выстроим ее вот здесь То есть в сфере феноменологичности Вот это была сфера феноменальности, вот это одна сфера А вот это объединение мышления и феноменальная сфера является сферой феноменологического Когда мы выстроим сферу феноменологического То есть мы когда построим то, что называется описание вещи Когда мы, ну, может было бы, если бы на языке философии говорить Когда мы построим эпирическую теорию, мы можем уже перейти к некой теории В собственном смысле слова, да? Некой чистой теории И это вот важно, опять же, к пониманию того, что мы будем Вот как вот я говорил о сознании Вот я постоянно занимался, может быть, иногда и не очень В общем, понятно было, почему Как бы я постоянно пытаюсь найти реальность таких понятий Ну, в каком-то смысле понятий, да? Понятий субъект, сознание и прочее Казалось бы, здесь можно поставить, было бы вопрос Какое отношение эти понятия имеют к реальности? Но если реальность понимать как феноменальную реальность То действительно, в феноменальной реальности Странно было бы искать реальность самих понятий Тогда вообще было бы странно заниматься философией Потому что философия-то пытается выстроить реальность так, как она есть А в феноменологических позициях реальность, она представляет собой Именно вот такую двусловную структуру Как можно было бы сказать, что реальность представляет собой текст Вот этот поворот к этому придумал не я На самом деле, этот поворот осуществует Хадиггер Вот первый Хадиггер это увидел Собственно, как бы переход от классической философии Канта и Гегеля К философии Хадиггера, он и составляет в этом, в частности То, что тот самый поворот к языку Когда все начало рассматриваться с позиции того, что представляется бы некий текстник Всегда вот двусловную структуру И самая реальность тоже двусловная Я об этом, на самом деле, не отдавая себе ясного отчета Везде во всем построении, которое мы осуществляли В философии сознания, везде это проходило То есть я понимал это интуитивно, но еще не мог высказать явно Вот теперь я это высказываю явно Теперь я высказываю сущность того, что представляет собой феноменология С одной стороны, в отличие от того, что представляет собой феноменальное С другой стороны, в отличие от того, что представляет собой чисто теоретическое мышление И это просто, это различие опять же существует, потому что для философии существует не только исследование самих объектов, но и существует исследование способа, каким мы эти объекты изучаем. То есть философия – это рефлективная наука, как я говорил, всегда либо мышление мышления, либо сознание мышления, это всегда рефлексия. И в этой рефлексии всегда исследуется не только сама реальность, для философии этой реальностью представляет собой знание. То есть философия не рассматривает саму реальность, как она есть, философия опирается на некое знание, она начинает со знания. Философия к этому знанию относится, и она его и изучает. Я вот, кстати, опять же, если теперь говорить об антологии, да, почему антология стала компилитивной дисциплиной? Ну, если в философии есть мышление мышления, а мышление, первое мышление, или иначе говоря, мышление знания, да, а знание есть данность конкретных наук, да, как конкретных научных дисциплин, то получается в отношении антологии просто философия представляется в некую компиляцию, да, то есть она выстраивает некую антологию уже исходя из некого знания, которое несет в себе наука. Ну, здесь нет как бы, я пытаюсь, может быть, немного уничижительно говорить, но уничижения здесь никакого нет, просто здесь есть констатация, что, собственно, что, я не знаю, может быть, тут надо подумать, конечно, может быть, философия все-таки что-то и добавляет, потому что если в этой картине смотреть, да, если говорить о том, что все-таки антология есть еще более обобщенное рассмотрение того, что, о чем говорит наука, хотя это и является компиляцией, но, ну, быть может, антология имеет еще какой-то другой статус, но это надо думать, потому что если есть чистые понятия, да, а у философии они своеобразные, то, возможно, философия как бы и сама ставит какие-то свои особые вопросы тому, что дает наука, то есть наука, как бы, она, конечно, остается, и она из науки транслируется некоторые различия, но философия может эти различия выстраивать в некую концепцию, исходя из своих вопросов, своей постановки, исходя из своих, то, что можно было назвать универсальными или понятиями.